добрый день и мы с вами находимся в недельной главе байалатха и написано самом начале главы и сказал бог маша так говори арону и скажи ему когда будешь зажигать лампады то пусть эти семь лампад светят к лицу светильника и сделал так аарон он зажег лампады с лицевой стороны светильника как бог повелел маша и слова эти и сделал так аарон приводит на эти слова раши великий наш раши комментарии сборника медрешей цифры и связи с этим странным комментариям них необходимо держать в уме что раши это вот тот вот великий раши крупнейший комментатор талмуда один из классических комментаторов танаха духовный лидер общественных деятелей с еврейства северной франции в конце одиннадцатого века и сборник медрешей цифры составил раби шимон бар юхай автор книги зор базовой книги кабалы так вот этот комментарий он звучит так что эти слова и сделал арон так имеют целью отметить достоинство аарона в том что он не изменил ничего из того что было заповедано спрашивает я яков кранц маги дез дубна разве можно поставить заслугу аарону то что он не отклонился от заповеди всевышнего ведь даже самый простой человек знает что заповеди следует исполнять так как они даны и наверное ставить это в заслугу аарона был бы было перебор сложно предположить что великий первый коин агадоль мог не выполнить то что за 100 что сказал ему маша так как он знал что маша просто передает слава бога и ничего не подмешивает своего но можно ли также без апелляционно заявить что даже простой человек знает что заповеди нужно исполнять без изменений конечно нет люди разные и тора дана для каждого из нас сегодня эти объяснения слова торы раби шимон бар юха им а за ним раши они пытаются достучаться до нас до евреев 21 века которые все почти все с высшим образованием многие с двумя у которых на все есть свое мнение и даже на повеление всевышнего и даже на простом примере врача можно увидеть что одни склонны все анализировать и сами решать выполнять ли предписание врача или нет есть три типа людей в том что касается и отношения к повелением торы раньше большинство людей выполняли заповеди не разбираясь в их причинах и сейчас тоже есть такие люди достаточно много хотя их существенно меньше поставили чем было раньше некоторые всегда пытались и пытаются постичь смысл заповеди и главное они становят ставят исполнение заповедей в зависимости от своего понимания и более того согласия с ними они в большей опасности так как многие из них встречая повеление торы которая недоступна их пониманию или не соответствует их взглядам отказываются исполнять его немного тех чех страх перед небом больше мудрости они верят в непостижимость божественной мудрости и не неуклонно исполняют все заповеди и вместе с тем они стараются понять смысл заповеди не ставя однако их исполнение в зависимости этого понимания как сказал царь дарит своем 109 псалме пусть путь веры избрал я закон это мной передо мной даже в отношении законов понятных для человеческого разума нужно следовать путем веры выполнять эти законы не потому что они нам кажутся понятными а потому что они от создателя и слова великом достоинстве аарона должны служить предостережением для нас сегодня многие пытаются разобраться и по своему усмы разумению смысле заповеди приходят приходят к ложным выводам по мнению таких людей следует поправить заповеди торы и из постановления мудрецов привести их в соответствии с духом времени самолеты же летают а мы не на телегах ездим им непонятно как может тора данная нам более трех тысяч лет назад и сегодня оставаться без изменений ведь как известно у всех народов законы меняются с течением времени и однажды краву цвейгиршу левину главе раввинского суда берлина обратился давид фрид ландер один из глав так называемых просветителей москелим он говорил о некоторых заповеди которые по его словам устарели не дай бог лолайн разлагольствуя об изменениях в торе он в конце концов выразился так я уверен что живя что живи маша рабей но сегодня он несомненно написал бы тору в духе нашего времени в ответ раф рассказал ему притчу один торговец нанял извозчика что в назначенный день тот отвез его на ярмарку в лейпциг при этом они условились способом обязывающим по закону торы что если опаздывают на ярмарку извозчик не только потеряет всю свою ручку но его сместить торговцу ущерб и вот они отправились путь дело было зимой вскоре начался сильный снегопад за считанные часы глубокий снег покрыл всю землю дорога стала неразличима извозчик сбился пути с большим трудом удалось им добраться до лейпцига поскольку доехали они с опозданием торговец потерял убыток и согласно условию потребовал компенсации извозчик же утверждал что он не виноват и требовал свою оплату в конце концов они представили свой спор рафу тот вынес решение в пользу купца и рабе и возмутился извозчик почему вы обязали меня платить в чем я виноват раф ответил не я обязал вас платить а наша святая тора своем решении руководствовала только законом торы и не добавил от себя ничего извозчик недолго задут ненадолго задумался и сказал не скажете ли вы почтенный когда наша святая тора была дана израилю какое время года в каком месяце ответил раф это очевидно вообще известно день тараватоне дары приходится на 6 сивана вот она была у нас в 6 день недели на прошлой неделе если так то я прав торжествующее за ответил извозчик 6 сивана нет ни дождя не снега не ветров не морозов дороги в порядке летом я бы доехал быстро и уверенно не опоздал бы ни на час на основании торы данной летом нельзя выносить решение зимой мне совершенно ясно что если бы машей рабей написал тору зимой он написал бы ее по-другому и тогда вышло бы чтобы да мне зимой до холета тогда бы вышло что у меня меня следует оправдать соответствии с духом времени закон был мою пользу этому этому извозчику подобные вы фридландер сказал спокойно в конце раввин равливин и лицо реформатора побледнело и он в гневе покинул рава уже тут можно было закончить нашу беседу уже все понятно сказано в книге зор в базовой книге каббалы всевышний смотрел в тору и творил творила мир и пока творение не достигла своей цели понятно что она продолжается и нелепо ставить свои понимания торы и заповеди превыше божественного плана но войдем чуть глубже для чуть более полного понимания проблематики и так еще раз мир поменялся заявляют все знайки отсюда и простой вывод тора устарела луолейн кто так заявляет полностью не понимает главную истину наш нижний мир материальный мир всего лишь проекция духовного мира как пишет нам известный рамхаль нашим дире хашем у каждого предмета даже процесса есть корень в духовных мирах все происходящее в нижнем материальном мире берет начало в духовном мире это как перед тем как появилась яичница у вас на столе вы сначала о ней подумали мысль первична материя вторична так вот в духовном устройстве мира ничего не поменялось за три тысячи тридцать пять лет со дням получения торы на горе сина как были в мире так и остались и даже усилились ложь в словах зависть обман сделках стремнели людей только к получению удовольствий жаждопотребления и так далее и тому подобное и все тяжелее становится честности порядочности милосердию духовности меняется антураж а суть остается учат наши мудрецы что в своей структуре наш мир устроен десяти формами призывания по преобразование божественной энергии в кабале называется сферот а в человеке они соответствуют десяти базовым его качествам человек устроен также как духовный мир своей духовной структуре а это десять качеств три интеллектуальных хохма бина и даат и семь эмоциональных хэсэд гвурат и фэрот нэцэх ходы и соты молхут все человеческие качества являются производными этих семи эмоциональных качеств или точнее сорока девяти семь на семь комбинаций и как неизменно остается духовная в каком-то смысле энергетическая структура мира также неизменным остается наличие в мире всех разновидностей человеческих качеств а значит с этой точки зрения остаются неизменными люди меняются усиливается наша материальность и ослабляется духовность изощренней с материальной стороны становится разум много объяснила наука и начала использовать но это все антураж наука не нашла объяснений причин появления когда-то и существования мира сейчас она не нашла способы измерения духовности добра как позитивной энергии всего что к нему относится любовь радость и так далее и зла как негативной энергии ненависть депрессия зависть и тому подобное высший разум высшая энергия всевышний как был так и остается скрыт в этом мире скрыт за этими десятью формами преобразования цемсун сжатия себя своего света своей энергии изменение антуража ничего не меняет ни в целях создания этого мира ни в замысле создания создателя хозяина этого мира ни в принципах которые он вложил при создании главной системы системы мироздания ни в реализации его плана принципиально ничего не меняется наоборот чем менее духовными мы люди становимся чем более материальность поглощает нас тем важнее становится для нас повеление хозяин этого мира выражение его воли его тора его заповеди это они инструмент сближения нас с ним инструмент приобретения его свойств они инструмент позволяющий духовности остановить материальность и понимаем ли мы их или не понимаем нашли мы для себя какое-то объяснение или нет его заповеди его законы они остаются для нас истиной которой мы следуем как беспрекословно следовал великий Арон Акоин чему и учит нас наша недельная глава хочу пожелать нам всем брахавы от слаха благословения и успеха и конечно остаемся и дальше в поисках смысла